МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Ускорить темпы вакцинации. В Республике продолжается борьба с коронавирусом. Дети дождя. 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Сезон большой воды. В столице Республики текут ручьи. Показатель заболеваемости коронавирусом в Республике ниже, чем по стране. Суточный темп прироста заболевших за последние 2 недели составляет 45 человек. Для снижения показателей необходимо продолжить вакцинацию населения, уделив особое внимание лицам, входящим в группу риска. Кроме этого, необходимо расширить охват тестируемых. Такое решение принято сегодня на заседании Оперштаба. Наибольшая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Чебоксарах, Алатаре, Новочебоксарске, а также в Алатарском, Парецком, Красноармейском и Чебоксарском районах. На 1 апреля выявлены 16 активных очагов в образовательных организациях республики. Заболеваемость лиц 65 лет и старше, выше уровня заболеваемости всего населения республики почти в два раза. Для снижения заболеваемости необходимо увеличить охват тестируемых методом ПЦР. Да, действительно у нас охват тестирования методом ПЦР на 100 тысяч населения составляет 137, что это не достигает уровня 200 исследований на 100 тысяч населения. Мы этот вопрос обсуждали и в целях расширения количества круга контактных обследуемых, если сейчас у нас на одного больного приходится 4,4 контактных лиц, то мы поставили на задачу не менее 10 контактных лиц, чтобы расширить круг обследуемых. Ещё раз надо будет до каждой больницы довести вот прям направление групп риска, которые должны подлежать обязательному тестированию, ужесточить контроль, чтобы у нас каждое медучреждение проводило тестирование. Важно ускорить темпы вакцинации, особенно лиц, входящих в группу риска. В республику поступило свыше 49 тысяч доз вакцины с двумя компонентами. Работают 42 пункта вакцинации, 5 мобильных прививочных пунктов, 6 мобильных прививочных бригад. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Рабочие поездки главы республики в муниципалитеты позволяют определить основные проблемы района и потенциальные точки роста. Для Комсомольского района это водоснабжение, ремонт, школ, переработка овощей. Олега Николаева в районе ждали. Жители переживают по поводу прокладки через территорию муниципалитета 7 километров федеральной трассы М-12. Подрядчику нужен песок. Есть карьер неподалёку от деревни Корезино. Его площадь порядка 20 гектаров. Но нет хорошей дороги, чтобы вывозить тяжёлый груз. Жители Осановского и Сюрбейтакаевского сельских поселений давно уже используют окрестности для выпаса скота. Они считают, что выемка песка из грунта нарушит природное равновесие, может исчезнуть вода из колодцев. Это местная дорога. Для того, чтобы вывозить, вот если мы берём песок или грунт с этого карьера, то это примерно до федеральной дороги 15-16 километров. Вот отсюда. А дорога, мы приехали сюда, по этой дороге будут вывозить. То есть дорога, конечно, не предусмотрена для тяжеловесных грузов таких, не предусмотрена. Она, я думаю, что будет разбита. Как вариант карьер в соседнем Ибресенском районе, в 10 километрах. Сначала предусматривалось, конечно, что Корезино вот этот карьер. Но дело в том, что сейчас поступили новые данные. Хомская, может быть, будем отрабатывать этот вопрос ещё. Если будет возможна доставка песка, конечно, и договоримся с предпринимателями, которые являются владельцами этого карьера. Но варианты будем искать. То есть это только начало работы. Вариант будет на один. Я думаю, что постараемся всё завершить минимальными издержками. Глава Чуваши предложил искать альтернативные варианты обеспечения песком. Либо найти другой карьер, либо построить временную дорогу, чтобы не разрушать уже имеющуюся. Даже при таком масштабном строительстве нельзя забывать об интересах жителей. Есть решения альтернативные. Мы сегодня их рассмотрели. И они, в принципе, достаточно экономически даже обоснованы. Я думаю, что даже генпоградчик понесёт меньшие затраты, чем будет тратиться на восстановление дорог, которые могут быть разрушены. Ещё одна важная проблема – обветшалые плотины на малых реках. Буквально со дня на день начнётся поводок. Гидротехническое сооружение на речке Малая Ярекла между деревней Полевые и Нелли и Полевой Сундырь в аварийном состоянии. Если большая вода размоет дамбу, то может пострадать и другая, которая находится ниже по течению. В зоне затопления могут оказаться жители пяти деревень. У района администрации есть план действий, если возникнет чрезвычайная ситуация. Но надо думать о будущем. Плотину будут реконструировать. На проектно-сметную документацию уже есть положительное заключение экспертизы. Ситуация с плотинами типична для многих поселений. Сейчас начнется работа по анализу всех гидротехнических сооружений в Чувашской республике. И через оценку и экспертизу их состояния будем вырабатывать также программу их приведения в нормативное состояние. С тем, чтобы здесь ведь помимо весеннего паводка эти гидротехнические сооружения решают задачу и противоэрозийная. Ремонту подлежит и школа номер два в районном центре. После детального обследования выяснилось, что износ составляет более 50%. Менять надо многое. Школа попадет в программу модернизации образовательных учреждений, которая была запущена в прошлом году. На эти цели уже выделено более миллиарда рублей. Комсомольский район нуждается в современной системе водоснабжения и водоотведения. Чувствую воду ждут в жилых домах и на предприятиях. Об этом говорили на производстве сушеных овощей в одной из агрокомпаний. Здесь перерабатывают картофель, морковь и свеклу. Глубокая переработка тоже перспективное направление в сельском хозяйстве. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Выбор общественных пространств для благоустройства в 2022 году вновь будет электронным. Но меняются платформы для голосования. Она будет общей для всех регионов страны. Чтобы избежать накладок, жителям Республики помогут волонтеры. Старт намечен на 26 апреля. Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Чувашии в этом году будет благоустроено 30 общественных пространств и одна дворовая территория. Уже начаты работы по благоустройству сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовая роща». В перечень на будущий год вошли 25 муниципальных проектов. Голосование продлится до 30 мая. В каждом из районов участников будут созданы волонтерские штабы. Добровольцы будут консультировать жителей, отвечать на их вопросы и обязательно помогут проголосовать за понравившийся объект. У волонтеров в планшетах будет присутствовать облегченная версия общефедеральной платформы. А гражданину понадобится лишь назвать номер телефона. Производство хмеля в республике выходит на новый уровень. Этому во многом способствует республиканская программа. В ней определены все точки роста этой уникальной культуры. Итоги работы отрасли хмелеводства и перспективы развития обсудили на встрече с руководителями специализированных предприятий. Выращиванием и частично переработкой зеленого золота в республике занимаются пять предприятий. Свои опытные плантации есть у Чувашского аграрного университета. По итогам прошлого года прирост сбора хмеля составил 5%. Он активно используется в пивоварении, фармации, парфюмерии. Но надо двигаться дальше. Проводить научные исследования, годных к выращиванию в наших климатических условиях сортов, изучать методы борьбы с вредителями, технологии переработки и многое другое. Хмелеводы очень рассчитывают на поддержку правительства. Большие средства требуются на техническое оснащение отрасли. Та техника, которая у нас осталась в свое время чешского производства, она уже не справляется. Позапрошлым году запустили новый комбайн свой, произвели в Чувашской республике, к сожалению, не полностью сегодня соответствует требованиям хмелеводов. Решили изучить снова комбайны, произведенные в других странах. Мы обязательно постараемся включить эти комбайны в реестр разных лизинговых компаний в реестр, чтобы по лизинговой схеме можно было купить. И обязательно постараемся сделать так, чтобы покупка техники, которой нет в нашей стране, но альтернативной техники, если нет, тоже эта техника субсидировалась. Важная составляющая хмелеводства – его переработка. В прошлом году гранулированный продукт экспортировали в Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан. Специалисты получили очень хорошие отзывы о качестве. Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства получил патент на хмель. Поэтому в этом году мы получили патент на цивильский хмель. В связи с тем, что в нашем цивильском районе находится и глубокая переработка хмеля, то мы хотим сейчас уже оформить запатентованный знак и выпускать продукцию цивильского хмеля для наших производителей пива. Чтобы убрать недобросовестных поставщиков хмеля, мы запатентовали этот товарный знак. В перспективе ежегодный прирост продукции должен составлять не менее 10%. При поддержке государства это вполне посильная задача, считают мельеводы. Екатерина Шиверова, Дмитрий Салманов, Республика. На площади речняков в Чебоксарах планируется строительство нового жилищного комплекса из трех высоток. Концепцию застройки представили на расширенном заседании градостроительного совета. Территория рядом с речным портом всегда привлекала инвесторов от строительства. Красивый природный ландшафт, близость Волги, чистый воздух, что может быть привлекательнее для будущих жильцов. Комплекс представляет из себя три высотки. 16-этажное здание – это гостиница, а две остальные свечки в 23 и 28 этажей – жилые. На первом и втором этаже предусмотрены коммерческие помещения и паркинг. Под ними двухуровневая подземная парковка. Над проектом работали московские специалисты. По их мнению, комплекс может стать визитной карточкой столицы. В основе архитектурных решений – дома, как силуэта танцующих девушек. У каждой будет свое имя. Мы хотели просто увидеть, как можно преобразовать речной порт, чтобы он был привлекательным, чтобы люди там могли отдыхать, гулять. Концепция строительства вызвала бурю эмоций. Одни полагают, что наконец-то в градостроительной политике столицы Чуваши намечается творческий прорыв. Сам подход на самом деле очень живой, такой современный, с хорошим благоустройством. Вообще подход, конечно, удивительный, замечательный. Другие и мысли не допускают о том, что новые здания высотой под 100 метров могут встать на Волжском берегу. Интересная архитектура современная довольно-таки. Но она больше какая-то такая прибрежная, больше подходит к берегу Южного моря. Если вот эти сооружения сместить дальше глубоко на залив, где вот сейчас тут располагаются, раньше располагаются речные сооружения, то это строение бы замечательно там расположилось бы и читалось бы со стороны Волги, как вот окраина нашего залива. Но на данном этапе как бы она даже не гармонирует с существующей застройкой речного порта. Я не встречал, чтобы из жилья делали визитную карточку и уникальность. Жители города опасаются, что новый комплекс нарушит природную гармонию Волжского и Косогора вместе с Вечным огнем, куполами храмов, водной гладью. Все, что могу сказать об этом проекте, мне он не нравится. Почему? Потому что он очень сильно и резко бросается реально в глаза. То есть, во-первых, еще перекрывает вид Вечного огня. Безусловно, проект еще будет обсуждаться. Это даже не эскизный проект, это концепция. И поэтому сейчас говорить о высоте, о планировке, я считаю преждевременно. Я считаю, что сейчас нужно снимать вот это обратное ощущение от населения, которое есть, какие вызывают эмоции и потом перекладывать их на архитектуру, ну и как-то там рефлексировать на то, что здесь было услышано. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. В столице Чувашии текут ручьи. Плюсовая температура и активное таяние снега приносят жителям города немало неудобств. Мы находимся в центре Чебоксар. Лужа передо мной занимает весь тротуар. Пройти через нее, не намочив ноги, просто невозможно. И таких мест в городе сейчас много. Очень неудобно ходить на коляске. Здесь лужи. Ноги мокнут. Ребенок ладно в коляске сидит. Очень хочется, чтобы что-то сделали. Тяжело переходить дорогу. Потому что если машина будет мимо ехать, то может человека запачкать. Погода сейчас очень такая вот непонятная. То холодная, то теплая. И непонятно, что одевать. Ну и помимо этого, все дороги просто грязные. Все блужит. Реакция жителей понятна. А что думают по этому поводу специалисты? Можно ли справиться с таким потоком воды на магистралях и пешеходных тротуарах? С этой стихией мы стараемся бороться. И также реагируем на просьбы жителей города Чебоксара. По городу Чебоксара у нас задействованы три мобильные бригады. В каждом районе по одному. Мы работаем, получается, в круглосуточном режиме. Но нам приходится долбить лед ломами, лопатами и отводить в воду. И все же бригад явно не хватает. На помощь им приходят дворники из управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Снег уполотнился. Образовался наст, который приходится долбить ломами. По прогнозам синоптиков, уже в это воскресенье погода наладится, осадки прекратятся, а влажность понизится. Ольга Семенова, Александр Отяков, Республика. Дети дождя. Их называют так по ассоциации с главным героем нашумевшего романа. Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Немногие знают, что такие дети очень замкнутые. Им тяжело общаться со сверстниками. Каждый год в Республике выявляют до 20 случаев заболевания. Вылечить детский аутизм за один курс не получится. Нужна ежедневная кропотливая работа родителей, докторов. Такие дети живут своей жизнью. У них особый внутренний мир. Заглянуть в него совсем непросто. Сделать это удается с помощью докторов. Признаки расстройств аутистического спектра разные. Порой родители не сразу понимают, что происходит с ребенком. Проблемы начали проявляться где-то после года 7 месяцев или 8 месяцев. Потому что ребенок до этого казался обычным ребенком. Он разговаривал, у него была речь, у него было понимание речи. А потом в какой-то момент наступил регресс. Начались истерики, ушла совсем речь. Остальные проблемы. Я воспитывала его одна. Естественно, была реакция. Это была депрессия, наверное. Это было очень сложно принять. Сейчас в республике зарегистрировано более 300 детей с расстройствами аутистического спектра. Их возраст от нуля до 17 лет. Помогать стараются всем. Ребенок с расстройством аутистического спектра не нуждается во взаимодействии. Он никогда не смотрит вам в глаза. И у вас такое впечатление, что у вас рядом просто нет, он никого не замечает. Врач-педиатр. Врач общей практики тоже этим занимается, согласно приказу Министерства здравоохранения. К врачу-психиатру, к сожалению, редко кто обращается, но это единственный специалист, который точно может поставить, что ребенка аутизм. Если подозрение подтвердилось и ребенку поставлен диагноз, то прямая дорога в реабилитационный центр. Здесь оказывают помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. Его основная задача – социальная адаптация, реабилитация, обучение детей необходимым навыкам. Психологи, дефектологи и другие специалисты в один голос уверяют, что правильно подобранная и своевременно начатая терапия способна творить чудеса. Лечение подбирается индивидуально, используются коррекционные методы. Это развитие эмоциональной сферы, моторной сферы, сенсорной сферы. Нет одинаковых, совершенно одинаковых детей с аутизмом, они все разные, у всех тот или иной уровень развития навыков и определенных сфер и определенных нарушений. В Чебоксарах также есть ассоциация родителей, которые помогают друг другу, обмениваются опытом, дают контакты нужных специалистов. Диагноз «аутизм» не приговор. Порой внимание и поддержка – реальный шанс вернуть ребенку и родителям полноценную жизнь. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. В Чувашии будет учреждено почетное звание в области журналистики. Инициативу поддержал Общественный совет при администрации главы Чувашской республики. Об этом говорили давно. Напомним, предложение было озвучено еще раз на встрече Олега Николаева с сотрудниками издательского дома «ХПАР». Члены Общественного совета единодушно проголосовали «за». Мы уже рассказывали о победе нашей горнолыжницы Ланы Прусаковой на чемпионате мира по фристайлу. Сегодня с обладательницей серебряной медали встретился глава республики. Вместе с Ланой в Доме правительства побывали член сборной России Дмитрий Мулендеев и тренеры спортсменов. Теперь о захватывающем трюке Ланы Прусаковой под названием «даблкор» знают не только в Чувашии, но и во всем мире. Очень-очень приятно, когда слышишь словосочетание «спортсмен из Чувашии», и когда это связано с победами на мировых первенствах. Ну и в связи с этим хочу сказать, что, конечно же, помимо эмоций, есть, конечно же, чувство гордости, что у нас молодежь способная бороться, достигать. И здесь вы же, когда мы речь ведем о мировых первенствах, хочу и защищать честь всей нашей страны, России, и это здорово. Говорю огромное спасибо, желаю вам еще больше успехов. Ребята рассказали о своих впечатлениях, поделились переживаниями. У Дмитрия не все получилось, но победа коллеги – хороший стимул для анализа ситуации и выстраивания планов на будущее. Фристайл – молодежный вид спорта, его надо развивать в республике, уверен Олег Николаев. Он вручил спортсменам и тренерам памятные медали к столетию республики. Это были главные новости пятницы 2 апреля. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова